Я вам просто расскажу забавную историю, которую недавно узнал. Слово «лопухнулся». Знаете такое? А знаете его истинное смысл и значение? Вот я недавно узнал, потому что это, как говорится, сохранили казаки, которые выехали после революции в Турцию, как говорится, некрасовцы, слышите такие, да? Так вот, когда были до революции, там традиции были, станет стоит на реке, и вот рыба идет по реке, разрешалось брать каждому столько, сколько он хочет для своего собственного пользования, запрещалось продавать рыбу. Если у кого-то находили, если кто-то продавал, как говорится, один хвост, то есть на сторону продавали, его наказывали. Первый раз наказывали просто. А второй раз, когда ловили опять, что человек торгует рыбой, делали очень интересные вещи. И когда говорилось, что человек лопухнулся, значит следующее. Вора такого, который ворвал рыбу общественно для продажи, отлавливая маленького ёршика, ну знаете, что такое ёршик, да? Брали лопух, заворачивали ёршика в лопух. И публично этому человеку, отправляя этого ёршика в лопухе, в одно место засовывали. Ну, чтоб легче вошёл, понимаете, да? И когда ёршик с такой обкладкой попадал куда положено, вы понимаете, куда? Ну, это мужчинам делали, в принципе, в основном. И он там начинал двигаться. Нужно объяснять, что при этом происходило. Двигался, двигался. Да, смертельный, естественно. Через несколько дней этот человек умирал максимум. Ну, знаете, после этого никто уже не торговал. Вот такие были весьма обычаи странные. Вот от тех пор пошло слово лопухнулся. Вот нашим чиновникам. Я бы сейчас проголосовал. И пускай все дальше рыбу ловят. И большую, и маленькую, да? Спасибо.